встречает нас очень много subaru foresters синий цвет 14 год миллион 340 белый 13 год миллион 160 яркий вишневый цвет 14 год миллион 350 темно-синий 13 год миллион 170 ярко-оранжевый 2014 год миллион 250 10 рестайл 16 год миллион триста восемьдесят outlander рестайл 2015 год 1 миллион четыреста тысяч x-trail гибридная версия с люком с рейлингами 15 год 4 воды 1 миллион триста девяносто тысяч рублей lexus правый руль четырнадцатый год спорт комплектация 2 миллиона триста восемьдесят тысяч toyota landcruiser prado 2014 год 2 миллиона шестьсот пятьдесят автобус гибридный черный цвет цене как сожалению нету приус нову кузов свежий 17 год миллион 190 honda визель 2015 год миллион двести семьдесят еще один визель 14 год 1 миллион восемьдесят тысяч сетч р 17 год миллион шестьсот сорок honda jade 2015 год белый цвет 1 миллион пятьдесят тысяч гибрид от honda еще один toyota сеть р гибридная версия красный цвет родное литье 17 год 1 миллион семьсот тысяч рублей outlander предыдущий кузов вот что понимали вот предыдущий кузов вот он свежий кузов идет красный цвет данный голубой цвет гибрид гибрид 14 год 1 миллион триста тридцать тысяч рублей довольно широкий большой выбор автобусов альфарды нохи нох 12 год 1 миллион тысяч рублей альфарды вэлфаер и тоже очень популярный автомобиль особенно гибридные версии на четырнадцатый год 2 миллиона девяносто тысяч голубой цвет двенадцатый год 1 миллион шестьсот семьдесят тысяч тоже гибрид следующий год миллион четырнадцатый год 1 миллион триста семьдесят следующий гибрид пятнадцатый год миллион двести тридцать тысяч степ вагон семнадцатый год 4 воды 1 миллион семьсот пятьдесят так ну и вот она собственно очередная очередная новинка это не сам сирена гибридная версия автомобиля гибридная версия автомобиля двухлитровый двигатель 150 лошадиных сил батарейка всего 1 и 9 киловатт заявленный расход топлива производителем 6 литров трансмиссию устанавливается в вариатор мест в данном автомобиле 8 клиренс опять все хотят видеть клиренс высоту дорожного просвета составляет 150 миллиметров но это я скажу так это вот стандартный размер до что какие кары взять что автобусы кин взять что да я не знаю берем все в принципе у всех все стандартно 150 тире там 160 миллиметров сердце как я уже сказал двухлитровая употребляет данный автомобиль 92 95 бензин опять же по габаритам что касается габаритов автомобиля длина автомобиля 4 метра 700 4 метра 770 ширина по моему 1740 и высота 1 метр 865 радиус разворота для данных габаритов я не скажу что он огромный что он большой составляет он 57 метров топливный бак тоже просили многие скажите сколько объем топливного бака объем топливного бака на данном автомобиле 55 литров марка двигателя мр-20 д д с непосредственным впрыском топлива рулевое управление рейка идет электронная подвеска спереди идет независимая тормоза идут дисковые сзади идет полузависимая тормоза тоже дисковые размерность колес 195 60 на 16 передние фары идут светодиодные задние стопыри тоже светодиодные и по системам безопасности по электронным системам безопасности чего здесь только нет это и а б с и б д и бас и система предотвращения столкновений адаптивный круиз-контроль система электронного контроля устойчивости антипробуксовочная система помощь при старте помощь на подъеме система контроля удержания полосе система контроля представляете система контроля усталости водителя система распознавания дорожных знаков с функции при столкновении говорил уже с функции при столкновении с функцией торможения короче чего чего здесь только нету и самое интересное на данном автомобиле есть автопилот есть специальная кнопочка работает автопилот при скорости от 30 до 100 километров в час но работает он по однополосной дороге то есть датчик скидывает разметку считывает разметку ну и соответственно сам подруливает не выводя автомобиль из своей полосы двадцатому году по предоставленной информации да по интернету почитали посмотрели планируется сделать что вот эта система автопилот она будет работать уже не только на одной полосе но и на двух там на трехполосных дорогах то есть автомобиль он будет сам перестраивается ладно давайте перейдем наверно к внешнему виду и покажем чем оснащен автомобиль сзади спойлер дополнительный стоп-сигнал фирменный знак метелка стопарики диодные смотрите как они интересно светятся хром решетка сирена большими буквами комплектация highway star с гибрид сзади установлено 4 датчика сонары боковые двери это минивэн это микроавтобус естественно они сдвижные стекла подогреваются задние хромированные ручки бесключевой доступ в автомобиль хромированная накладка повторители 4 камеры кругового обзора в дальнейшем включу передняя часть автомобиля тоже выделяется фары иду знаете вот как две ступеньки на них идут смотрится замечательно не просто замечательно я сказал это смотрится шикарно включили туманочки посмотрите как это все выглядит здесь знаете такая вот как бы юбочка такие накладки идут здесь хром накладочка по низу поверьте выглядит шикарно то есть камера камера всего вам не передаст давайте перейдем к багажному делению естественно у нас открывается багажник и и открывается заднее стекло тоже очень-очень удобно в автомобиле три ряда сидений и как вы видите третий ряд у нас крепится по бокам сейчас покажу как он раскладывается в принципе все практически очень просто вот такая вот трансформация салона ну и конечно я не могу не залезть туда не показать вам сколько там место сзади давайте залезу обращаем внимание то что второй ряд сидений сейчас он отодвинут полностью до конца в принципе в принципе сидеть удобно не знаю как ехать на дальнее расстояние до опять же как бы мы можем подвинуть так ну как мне немножко неудобно если мы подвинем второй ряд сидений немного вперед то поверьте будет удобно и если мы их подвинем вперед то я думал ущерба пассажиру второго ряда сидений не получат никакого также в автомобиле монитор в принципе с третьего ряда просматривается тоже замечательно то есть не только да не только для второго ряда сидений значит для третьего ряда пассажиров предусмотрены столики с подстаканниками вот здесь у нас идет два подстаканника и представляете это у нас розетка розетка юсби то есть можно можно будет заряжать телефон естественно ручки дуиски то есть третий ряд третий ряд пассажиры третьего ряда в принципе ничем они не обделены ну и соответственно подсветочка вот так выглядит разложенный третий ряд багажник получается тоже нормально что-то можно положить помимо всего этого есть огромная огромная ниша также очень удобно с третьего ряда можно открыть боковую дверь кнопку нажали дверь открылась такой функции я еще не видел ни в одном автомобиле именно чтобы с третьего ряда дверь открывалась автоматом в принципе я думаю с местом да и вообще с третьим рядом сидений все понятно его можно складывать сейчас покажу как он складывается складывается тоже все очень просто и в принципе смотрите я вот проделываю это все одной рукой труда мне никакого это не составило видите как все просто ну таки практически просто повесили затянули зафиксировали все никуда не денется ножки 1 2 не хватает конечно электропривода на заднюю дверь пуша дверь такая большая массивная тяжелая было бы удобнее закрывать далее боковые двери у нас электро можно просто потянуть за ручку дверь откроется можно нажать на кнопочку она либо закроется либо откроется так сейчас смотрим насколько отодвинуто у нас кресло до конца делаем потише второй ряд кресло отодвинуто до конца сплошной но вот эта перегородочка она ездит мы ее можем сдвинуть в сторону водителя пассажира у нас образуется проход на третий ряд сидений очень удобно сидушки у нас вот эти превратились они в два капитанских кресла ездят они у нас так где он она у нас ездит вот она у нас ездит вот она ездит неудобно мне одной рукой ездит она вперед назад откидывается у нас спинка и вот так ребят смотрите как она еще ездит замечательная трансформация салона поставили соответственно все то же самое можно сделать и с правой сидушкой оба назад так сейчас спинку поставим поровнее давайте посмотрим сколько сколько места здесь машине идеальная чисто чистота поэтому мне приходится разуваться мне приходится место вагон вместо просто очень нереально очень много места сидеть мне очень удобно перегородку двигаем назад мы получается то что здесь мы можем усесться втроем либо сделать либо сделать подлокотник для двух задних пассажиров вот здесь небольшой подстаканчик ниши что-то можно положить здесь вот такого плана вот бардачок подголовник он оттуда выезжает также комплектации идут родные шторки об все машина затонирована дуйте для задних пассажиров ручки печка управление свет телевизор с этой стороны все то же самое дверные карты пластик кожаная вставка электрический стеклоподъемник либо вот так далее колонка здесь пластик ну дыр практически вся пластиковая здесь подстаканник бутылочница с этой стороны все то же самое что касается монитора тоже в принципе удобно то есть мне не приходится да там вот так куда-то голову задирать в принципе я сел нормально все просматривается далее спинки передних кресел вот такие у нас идут прикольные столики зая подстаканниками удерживают они тут нет написано 3 килограмма выдерживает такой столик обивка здесь тоже идет кожа здесь идет тоже вход usb 1 2 ведь они не просто сделано они прям прям закрываются далее что в этой спинке что в этой спинке кармашки поделенные на две отдельные зоны так ну как вы видели да вот эти сидушки сейчас они отодвинуты до конца места мне хватает чтобы увеличить пространство на третьем ряду сидений я даже подвину кресло сантиметров наверное на 5 на 7 вперед я ущербно себя чувствовать не буду поэтому в принципе и пассажиры на третьем ряду с комфортом могут двигаться на дальние расстояния ладно в принципе у нас здесь есть с вами проход в переднюю часть автомобиля наверное здесь и пройдем потому что видите да какая чистота в автомобиле мы даже коврики перевернули не хочется обутом ходить по автомобилю ну и начнем начнем с пассажира значит по месту повторять не буду шикарно удобно приятно и комфортно и подлокочник все как все как положено верная карта основная масса пластик небольшая кожаная вставка электростеклоподъемник колонка пенал ниши что-то можно туда положить ручка солнцезащитный козырек такой вот прикольный я по его назвал управление подсветкой зеркало электронная туда сводится сводится камера сейчас я вам ее покажу бардачок пульт управления магнитофоном этим самым телевизором прикуриватель верхний бардачок здесь тоже выход юсби кожа пластик пластик мягкие дальше центральная консоль здесь у нас выдвигается два подстаканника снизу снизу у нас ничего нету ну и как вы догадались да ее можно прикатить сюда то есть ну это конечно бред да но русские до чего только не додумаются то есть можно в принципе усадить сюда третьего человека ладно перемещаемся на место водителя перемещаемся на место водителя отодвигаем обратно отодвинули дверная карта все то же самое вот такого вот плана ключ идет на автомобиль кнопочку нажали двери открылись кожаный руль кожаный руль и обратите внимание какой он формы здесь у нас идет открывание дверей открылась нажали закрылась подключение системы а и стоп функция очень хорошие подошли ногою поводили по дверью боковой дверь открылась функцию эту можно отключить можно включить это режим но управление это вот спидометром скажем так управление значит на руль кожаный говорил управление идет музыкой управление работает airbag датчик движения это круиз получается и вот она функция функция автопилота камера то есть кнопочку нажали во первых камеры кругового обзора вот она передняя камера встроена в переднюю решетку ну естественно камера заднего вида включили все и камера заднего вида идет строить то с траектории сейчас покручу чтобы вам было видно как это примерно все выглядит выглядит это все примерно вот так так ладно кнопку нажали камера сзади у нас отключилась вот он датчик при столкновении отключения антибукса руль у нас регулируется по вылету и по наклону ставим на место варик электронный ручник кнопка старт-стоп огромный большой магнитофон японский климат-контроль и вот здесь еще не обратил я внимание досмотрите тоже такая небольшая небольшая ниша в камеру вам наверно не передать но зеркало заднего вида стекло встроена камера и мы видим все в режиме реального времени не знаю сейчас ага сейчас сейчас попытаемся как-нибудь стать так ну в общем цветопередача не передаст да но видно все замечательно далее что касается посадки в салон говорил у меня там метр восемьдесят с копейками смотрите как я сажусь в автомобиль принципе все очень просто элементарно удобно сел с первого раза накинул ремешок пристегнулись поехали у водителя тоже как бы пас пространство довольно таки много то есть сидеть мне не тесно удобно не обо что и не трусь сидеть просто замечательно очень хорошо очень удобно что есть что есть вот такие вот подлокотники здесь все то же самое вот ну что еще добавить верхний бардачок и и здесь еще один юсб вход да что ты будешь делать сколько их здесь сколько их здесь много обзорность тоже великолепная добавляет много света вот эти вот окошки в стойках они тоже кстати у нас идут с обдувом так что окна у нас у вас не запотеют будем заканчивать разошелся у нас дождик все раз покажу внешний вид замечательного автомобиля по nissan сирена гибрид 2016 год можно сказать идеальный семейный автомобиль с кучей наворотов в плане систем безопасности электронных стабилизаций кучей кучей камер кучей камер и даже есть автопилот ставить автомобиль на место спасибо огромное продавцам за предоставленный автомобиль на обзор единство знаете что хочу добавить чего не хватает а не хватает друзья стеклоочистители вот именно вот этих вот стекол боковых потому что допустим вот сейчас машина стояла вот это стекло у меня сухое а вот это стекло мокрое и как бы ну если честно не особо хорошо мне видно вот заодно пока едем управляемость шикарный мне очень нравится я замечательно чувствую данный автомобиль по габаритам не все прекрасно видно все замечательно просматривается в салоне постороннего шума гула стука тоже нету еще раз повторяю пластика очень много но она знаете как то вот так все состыковано то что реально едешь машине тишина и ну едешь в развалочку то есть приятно ехать прям очень приятно ехать на данном автомобиле я думаю тот кто его приобретет будет очень доволен видите машины стоят у нас на рынке так не туда я не в тот поворот заехал машин очень много как бы было поступление хорошие автомобилей поэтому приезжайте покупаете так часа пройду прошел приезжайте покупайте автомобили есть всякие разные и вот недорогих до очень дорогих